всем большой большой привет и с вами анжелика в этом видео я хочу с вами поделиться всеми своими активными процессами из собственно с тем что я буду вышивать продвигать может быть что-то удастся закончить в этом году ну может быть даже это видео можно и назвать планами но как показала практика мне планы лучше не строить и я решила что я буду двигаться под по тем процессам что у меня есть ну а если вдруг мне уж сильно сильно захочется что-то новенькое начать какой-то процесс я себе конечно в этом отказывать не буду и такие скорее всего что будут процессы и будут старты и потому что я наверное от этого удержаться вряд ли смогу ну а как я посмотрела у меня где-то в процессов 20 в активных таких что я к ним не перегорела и конечно среди них есть такие которые и долгострои ну там совсем чуть-чуть несколько штук скорее всего что я их брать не буду но я их вам даже и показывать не хочу вот а продемонстрируя именно те что я очень очень хочу вышивать и хотелось бы мне видеть финиши и в общем мы их и посмотрим вот перед вами некоторые наборы здесь лежат ну это далеко далеко не все как вы понимаете и давайте сейчас немножко я вам покажу про пойдем пока по зимним процессом а потом пойдем далее и первый процесс который у меня активный так этот пока пускай полежит активный который я вот сейчас вышиваю это сюжет от чаривной мыть и вот такой вот сказочный волшебный домик которому подошел маленький дедушка мороз какие у него очаровательные следочки следы от него остались вот этот процесс и вот сколько мне удалось вышить за два года ну понятно что эти два года можно сказать два месяца потому что собственно этот сюжет у меня вышивал все только в январе прошлого года может январь-февраль я там брала вышивать ну и в этом году посмотрю что я еще смогу повышивать потому что все таки наверное есть уже сюжет и зимние не вышиваю летом весной такие наверное сезонная тоже вышивальщица ну вот он у меня только в зиму и идет вот что у меня получилось вышить вышивается он очень легко интересно здесь используется бисер в качестве снежочка такого и этот бисер я пришиваю по ходу работы вот вышиваю там где его встречают тут же и пришиваю вот я долго не буду останавливаться буду стараться долго не останавливаться потому что видео я думаю получится так и и так достаточно длинным далее у меня вот такая вот рождественская деревенька которую я вышиваю на станке и вот сняла его вот эту раму и на данный момент у меня отшита вот больше половины я не знаю сколько в процентах потому что я вышиваю все исключительно по схемам саги у меня нет и на данный момент от выше то сколько вышивается конечно очень классно я поклонник дименсенса мне очень нравится нравится вышивать даже в 4 и в 5 и в 6 сложений туговато все к полукрестам я отношусь очень даже ничего мне нравится вот поэтому конечно все это очень здорово все эти детали вышивать очень интересно ну это же этот зимний процесс соответственно у меня двигается только зимой я его вышивала прошлой зимой а начала этот процесс наверное двадцать первом году вот если я не ошибаюсь да скорее всего что я стартовала я помню новогоднюю ночь я с ним стартовала и вышивается он у меня уже на протяжении двух лет и хотелось бы очень сильно я вам тоже в прошлом году клялась божилось что я все закончу и вы ищется у меня все и будет уже результат но нет поэтому в этом году я тоже не обещаю да да получится я буду рада и счастлива ну а если нет то я думаю в следующем году я точно его закончу потому что у меня на все про все остается только февраль потому что в марте я точно знаю что я переключусь на что-то более потеплее вот вышивается он у меня как обычно по по оригинальному набору канва 16 каунта ниточки dimensions оригинальные но это китайская сборка а в китайской сборке dimensions нитки вот это вопрос и меньшинс наверное все таки да вот и что сказать вы прекрасно знаете все об этом наборе потому что его наверное вышивает каждая вторая вышивальщица я в этом уверена поехали дальше а далее у меня вы меня извините я буду так отвлекаться потому что у меня здесь разложены все мои процессы далее тоже будет чарим намыть морозный узор который я вышивать начала в прошлом году в прошлом году по моему до в прошлом году и что у меня получилось вышить так в этом году я его еще даже не открывала не бралась за него но прелесть мне нравится мне очень нравится этот процесс и вышивки и результат потрясающий здесь я канву заменила канву то я заменила только я не помню на какую канву помню 16 каунт девочки кто разбирается здесь я аккаунт уменьшила в оригинале вышиваться должна на канве 14 аккаунта и здесь даже присутствовать будет бисер всякие бусины большие но я канву уменьшила я не знаю как я буду конечно выходить с положения с этим бисером и бусинами что у меня в результате получится но что-то получится вот такая вот красота получается мухи мне нравится валю себя кто меня похвалит если не я сама сама от себя мои в общем вот то что получается у меня надо его брать это же потихоньку вышивать вышивается он прекрасно как я уже сказала и такой вот результат пока есть у меня на данный момент а ниточки смотрите какие красивые яркие цвета ну и вот основные так морозный узор затем у меня процессах есть вот такая вот красота это фирма лука с весенние цветы вот такая вот прелесть набор этот начала вышивать прошлой весной вообще себе в прошлом году планировала что я буду каждую каждый месяц брать новый сюжет и начинать вот поначалу у меня это получалось как-то там я придерживалась а потом все как-то я от этого дела отошла и на данный момент у меня выше то вот сколечко немного но сюжет мне конечно же нравится но как такое может не нравится и я его обязательно буду продвигать вот придет весна лето и буду вышивать не знаю насколько я смогу продвинуть вряд ли я за его закончу вряд ли потому что здесь 18 каунт и наборчик такой хотя вот я не помню что он не вышивался тяжело нет легко вышиваю по бумаге еще раз повторюсь всю схему там я разукрашивала в принципе ничего я тогда конечно откусила знаете как насладилась первыми крестиками и вот в результате первого так сказать первого прикосновения к этому набору естественно здесь было несколько дней вышивальных вот что получилось в результате вот такой процесс и меня тоже стоит в планах по вышивке на этот год далее далее тоже чаривна мыть чаривна мыть и вот такие вот спелые лакомства называется этот набор но для меня это китайские журавли такой есть сюжету химеры он очень красивый он сногсшибательный мне очень нравится поэтому я его и купила как только он там появился в новинках в анонсах еще там скидка была на чаривной мыть и а это же вообще знаете как такой фактор сразу с панука и как бы движущая сила сразу ни о чем не думая бежим и покупаем правильно вот то что в результате у меня на данный момент есть этих журавлей я тоже буду обязательно вышивать и хотелось бы мне верить чтобы я бы их и закончила вот мне очень хочется очень хочется их закончить но опять же время покажет если меня не увлечет за собой какой-то очередной процесс вот вот такая вот красота нежность очень мне нравится то что получается вышивается он очень легко 16 каунт ниточки мадейра все очень такое вкусненькое приятненькое и все комплектующие и схемка классная в общем все мне нравится и практически ну конечно не 50 процентов тут еще надо повышивать повышивать ну так уже пол работы практически видно вот мои вкусные классные журавли и ниточки вот что таком конечно неприглядном виде у меня такая организация минимальная все что я имею я нигде ничего никуда не перевешиваю работаю с оригинальных планшеток вот такими вот ниточками и такая вот красота меня будет далее вышиваться вот пойдемте дальше чтобы я не забыла вот еще зимних процессов у меня есть вот такой сюжет это джойс андрей с нанесенной конвой с рисунком на конву и как вы все знаете это производитель лука с этого сюжета вот такая красота мне очень нравится и я решила все таки вышивать по нанесенке все как я люблю и думаю все таки быстрее у меня этот процесс пройдет по нанесенке ежели я бы вышивала в от оригинального производителя конечно размеры здесь такие сногсшибательные и на данный момент у меня вот сколько выше то вот посмотрите я начала с правого нижнего угла вот это вот у меня область зашита но уже так я поднимаюсь буду куст вышивать вот здесь и домик прорисовывается вот скорее всего что я пойду в эту область вышивать ну а так и солнце я еще тоже за солнце взялась вышивать тоже вот такая вот прелесть ну конечно этот сюжет у меня будет еще не один год в работе это точно вы его будете наблюдать потихоньку по чуть-чуть я его стараюсь вышивать хотя я для себя тоже думала буду вот как сусана из канала сусок волшебная страна вышивать поставлю себе там допустим по 2 пасны пасмы в день зашивать сюда и работа будет двигаться не знаю смогу ли я так или нет потому что я так пробовала у меня три дня я себя так еще могу а потом все я отвлекаюсь куда-то и я уже вообще тогда откладывают этот набор вот а так бы конечно было очень хорошо если бы так каждый день по капельке по капельке и вода камень точит был бы результат вот сколько не так вот посмотрите такие вот нитки мягенькие с х с и под получается вот такой вот результат ну конечно на финише это будет шедевр я в этом не сомневаюсь поехали дальше а далее нова слобода называется сюжет почирикаем вот такие вот птички так и здесь я немножко пошуршу прошу прощения что же у меня здесь получилось отшить такое видео шуршащие но ничего отшить получилось у меня наверное 50 процентов работы вот эта птичка и цветы вверху сюжет мне нравится очень и он довольно таки большой что у нас тут говорят по размерам так а где размер 28 на 55 сантиметров вот смотрите вся канва вот я ее разложила это она вся не не помещается в кадр сюжет будет большой нова слобода для меня это любимая фирма мне очень нравится ее вышивать и вот такой результат получается нежные цветочки получаются очень хорошие комплектующие ниточка аврора 120 прекрасно ложится в процессе она классно очень используется вот поэтому у меня нова слобода ни один набор в работе будет и я его буду постоянно вышивать вот чередовать джой санды нова слобода черевно мыть вот такие видите какие у меня сюжеты вот то что у меня отшита на данный момент и скорее всего что эту птичку я тоже буду вышивать весной потому что я с ней тоже стартовала в прошлой весной вот и я очень надеюсь что у меня в этом году получится ее завершить так как в прошлом году я и так знаете как то вот без особого напряга получилось выше 50 процентов то в этом году я так хотела бы тоже но внизу в нижней части видите больше придется вышивать вверху там совсем чуть-чуть но зато внизу самая смокота ягодки цветочки и вся красота у нас внизу вот мечта я тоже об этом наборе мечтаю его завершить ну и надеюсь у меня все получится вот такие у меня планы далее нова слобода мой прекрасный рай диких джунглей покорил меня этот тигр и если в прошлом году я говорила что я остановлюсь на этом тигре потому что там есть целая серия их или шесть или восемь сюжетов не буду говорить потому что я даже не знаю сколько там сюжетов вот я говорила тащу этого тигра и все и буду рада и счастлива мне его хватит не тут то было просто меня эти хищники покорили и я я их все скупила но не все а те которые мне очень нравятся я скупила все таки и хочу продолжать эту серию и вышивать дальше и что у меня получилось этим тигром отшить на данный момент вот вот сколько у меня на данный момент готова тоже за него буду браться это же буду его продвигать потому что у меня уже даже сейчас есть такой стимул видите у меня лежат еще остальные и ждут поэтому надо я же стараюсь как бы сначала это закончить а потом взять уже следующие хотя они конечно красавчики все вот впереди еще меня глаза ждут ну в общем сюжет этот вышивается прекрасно тоже мне все очень нравится вся комплектация те же аврора 120 канва у меня белая как вы видите я вышиваю по белой канве потому что в набор был куплен еще тогда когда не было тонированных основ это потом уже видно по желанию вышивальщиц фирма начала тонировать под эти сюжеты основы вот но в принципе получается неплохо я не могу ничего сказать что все мне вообще ничего не нравится я бросаю его вышивать нет я закончу на этой основе и все будет прекрасно потому что видела отшиву других девочек и все классно получается вот может быть конечно на тонированной гораздо лучше я не знаю вот я не могу так сказать потому что я живу и не видела отшив чтобы сравнить если бы я видела тогда может я там бы где-то что-то под расстроилась а так я не видела и я довольна тем что у меня есть вот такая красота будет тоже вышиваться далее далее у меня давайте покажу вам еще одну новую слободу вы не не устали от моей новой слободы будет вышиваться вот такой вот сюжет осень в долине тоже он мне безумно нравится давным-давно нравится и в прошлом году я только приобрела и запустила этот процесс в работу и буду с ним работать ну наверное все таки осенью или ближе к осени и на данном этапе вот что у меня отшита получается очень яркая работа и в принципе я бы наверное сказала что здесь превью соответствует отшиву вот посмотрите все отблескивает видно вам вот такая вот прелесть будет яркий такой сюжет огнем горит просто сюжет такой огонь тоже вышивается все вся та же самая комплектация все мне нравится прекрасная канва и нитки прекрасные ну почему бы и нет вот такой вот чудесный великолепный сюжет канва 16 каунта белая ну и ниточки аврора 120 я уже сказала кто пробовал ими вышивать те меня поймут почему я так люблю нова слободу нова слободу она и по цене приятная и комплектация отличная ну и сюжеты очень такие даже не оставляют меня равнодушной так что еще у меня в процессе будет буду обязательно вышивать вот такую азиатскую девушку от компании lanarte вот такая вот прелесть такая вот изюминка я бы сказала в моей коллекции и что у меня удалось повышивать что же удалось повышивать она у меня тоже в работе уже два года лежит потому что вышивая я ее так набегами откладываю а когда вспоминаю конечно вышиваю в захлеб процесс очень очень классный очень приятный интересный и результат получается с ног шибательный вот такая вот моя красотка вышивается она на линде по моему здесь равномерка линда 27 каунта да если не путаю все конечно очень очень такое деликатное ниточками game game 7 такая вот красотка не часто я ее вижу в отшиве у девочек ну и и вышивала юля ляшенко ее уже вышила еще у кого-то я видела тоже в отшиве ну конечно очень классная и я конечно ее мечтаю завершить завершу я ее обязательно в этом году или в следующем неважно ну отшита она у меня будет обязательно такая вот красоточка я люблю девушек вышивать цветы и все это великолепие надо браться вот придут теплые денечки и пойдет у меня вышивку девочки цветочки птички вся такая красота вот и лежат у меня еще вот такие милые девочки которых я уже не знаю их так отложила в долгострой откусила и отложила но они же у меня лежат и я не думаю я и хочу почему я буду их держать томить себя и этот процесс сколько он у меня будет так переходить из года в год я не знаю хотелось бы тоже мне его завершить он небольшой вот сколько мне получилось отшить на данный момент вот такая вот красотка здесь конечно мне может быть крестики там пляшут а я скажу почему пляшут потому что нитками я вышиваю вот этими шелковыми китайскими нитками я не знаю что там не так захотелось попробовать что из себя представляют шелковые нити китайские же понимаете да ну больше не хочу я дошью этих девочек дай бог мне и все и я больше не хочу больше не буду никогда заказывать эти шелковые нитки они конечно как живые там вылезла там торчит там распушилась ну в общем с ними немножко надо нервы иметь такие же были стабильные крепкие нервы чтобы ими вышивать поэтому может быть я отложила этот процесс наверное из-за ниток и отложился ну то что вот у меня получается конечно не идеально не ругайте меня строго я сама знаю что здесь не не все так как хотелось бы что-то вот у меня там кость и в кривь ну а в целом результат будет чудесный нравится мне эти девчульки вот канву я взяла здесь 18 каунта ну и вот так вот потихоньку надо брать и вышивать вот я себе так говорю надо брать их и вышивать потому что в отшиве я хочу их видеть ну надеюсь у меня все получится далее что я вышиваю тоже джой санды джой санды и мой любимый джой санды этот процесс я тоже хочу завершить я надеюсь у меня получится потому что этот конечно мне идет на ура легко вот такие вот ниточки смотрите какие цвета нитки мои любимые сюжет с нанесенным на канву рисунком поэтому здесь конечно другая история не та которая с девочками те которые от мэрешки сюжет который вам только что показывала вот посмотрите какая милота и красота очень мне нравится этот милейший зайчишка это сюжет от ланцвит оригинальный ну я решила вышить его по китайскому набору и в целом пока все мне нравится здесь и бэкстич мне нравится делать все мне нравится и этот сюжет я буду делать в метрику я хочу попробовать из него сделать метрику и где-то здесь поместить свои и имя рост вес ребенка все хочу сюда так у нас выключили свет поэтому картинка будет другая но я думаю вам все равно будет видно все вот и все таки я должна доснимать это видео то если отложу так у меня и останется это все нет не доделано вот ну поэтому зайчишки все я рассказала в принципе 14 каунт крестики крупные вышивается все в удовольствие и шикарными ниточками с хс для кого-то они конечно ниточки фу-фу-фу там говорят пушатся для меня это классные нитки и я к ним отношусь прекрасно вот такая милота у меня тоже будет так далее 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 совсем чуть-чуть у меня осталось сейчас я вам все покажу далее опять китайский набор вот так такой у меня сэмплер вышивается его тоже вышиваю по вдохновению когда она меня нахлынет вот такая вот красота я тоже хочу себе такой иметь сэмплер будет большущий размер его 70 на 87 сантиметров но это ткань так вот они пишут и с такой красотой я планирую работать дальше не обращайте внимание на мои вот эти все помятыши и потому что это все процессы здесь видите и 5 я переставляю все у меня помято но ничего в целом вы видите что получается красиво все очень красиво вышиваю всем всей комплектации которые в китайском в этом наборе но здесь по моему не с хс ниточки видите rose 3 cross stitch я не знаю какие здесь нитки так вот такая вот схема чуть-чуть вам покажу ну они такие хлопчатобумажные классные нитки не знаю как они рассаж это не рассаж я в нитках не разбираюсь но в работе они ведут себя прекрасно ничего не пушатся не рвутся не путаются вот это самое важное и получается вот такая красота с этим сэмплером я хочу поиграться я уже ранее рассказывала но кто новенький на моем канале здесь я тоже хочу приурочить сделать его как бы семейным хочу поставить даты рождения детей своих и написать инициалы там свои свои мужа в общем я хочу здесь немножко немножко его переделать на свой лад это очень интересно и я надеюсь все получится у меня пока у меня такая задумка и вот видите какие прекрасные узоры должны у меня получиться вот в этом году я его еще не брала этот сэмплер хотя я о нем думаю вот он меня зовет вот такая красота так поехали дальше тут у меня совсем чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось еще один китайский набор который я буду вышивать видите как я люблю китайские наборы у меня их очень много море китайских наборов но я их все очень люблю я все они у меня будут вышиваться потому что я без них просто жить не могу мне нравится очень сильно вышивать такие наборы вот этот сюжет называется отдых или прогулка вот как он называется у dimensians я не знаю я его тоже вышиваю по чайной ложке по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и это такой из серии как вот у меня зимний лес от лука с тоже джой сандой точно также вот это вот реплика dimensians он у меня тоже большой внушительных размеров но я уверена что когда она тащится это тоже будет шедевральная работа вот и тоже у меня будет в процессах когда я его возьму вышивать вышивается все очень легко и красота здесь я стараюсь вышивать конечно как придерживаться у dimensians здесь у меня будут и полукресты хотя китайский производитель естественно предлагает вышивать только все крестиком но я вот здесь буду вышивать полукрестом основные герои у меня будут вышиваться крестиком кусты гортензии будут вышиваться крестиком а весь задний план я буду вышивать полукрестом это будет и быстрее ну и как у оригинального производителя посмотрим в результате что получится я думаю будет неплохо здесь бэкстича тоже много здесь платья будут бэкстичем обрисовываться скажем так вот тоже у меня будет в работе финишировать я с ним конечно не надеюсь в этом году скорее всего что нет это очень маловероятно но вышивать я его буду вот еще вам покажу и еще вам покажу последний набор который хотелось бы мне очень сильно тоже вышивать если я о нем если опять же я о нем не забуду да потому что вы считаете мои наборы сколько у меня в процессах уже распочата вот нова слобода этот набор у меня лежит уже на лет пять может шесть я не знаю конечно эти коты от новой слободы одно время произвели просто фурор их там тоже целая серия вот ну я в запале 1 1 почала начала вышивать первые крестики мои что у меня получилось в результате вышить вот первое то что я вышила то что у меня получилось вот ну так как мне вышивать новую слободу нравится и у меня уже очень много наборов я вам еще более скажу такой спойлер сделаю я еще закупилась ими же этими наборами от новой слободы и вышивать я буду хочу и хочу видеть у себя этих котиков очаровательных у меня есть еще там один котик тоже из этой серии но сейчас это уже эти коты раритетные вот такая вот канва с нанесенным фоновым рисуночком 16 каунт ниточки аврора наверное где тут написаны ниточки ниточки до аврора 120 16 каунт прекрасные все составляющие и мне очень хочется вышивать этот набор ну я надеюсь я его возьму в отшив и буду потихоньку продвигать ну красота же получится 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 красота и я видела их отшитыми здесь много будет фрузилков на юбочке у кошечки крыша вышивается на которой они сидят вот вот такие у меня планы на этот год продвигать заканчивать наверное будут и старты я конечно буду стараться стараться работать на тем что есть но если уж сильно 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 захочется у меня будут и старты вот что еще вам сказать осталось только мне пожелать вам крепкого здоровья творческого вдохновения мира нам победы нам девочки всего самого хорошего чтобы быстрее закончился весь этот дурдом вот и всех вам благ я надеюсь вам видео понравилось ставьте лайки дизлайки хотелось бы мне конечно от вас комментарии каких-то не получить потому что комментарии мне пишут очень мало совершенно практически их нет вот ну что пишите я очень рада и буду очень рада с вами пообщаться и до новых встреч всем пока пока